О белорусско-вьетнамском сотрудничестве сегодня шла речь во Дворце Независимости. Страны связаны крепкой дружбой еще с советских лет, и за это время многое сделали для более успешного развития наших отношений, в том числе торгово-экономических, отметил Александр Лукашенко на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама. Страны имеют схожие взгляды на актуальные вопросы мировой политики. В экономике тоже сделан уверенный шаг вперед. За 9 месяцев нынешнего года Беларусь и Вьетнам наторговали на 153 миллиона долларов. Планка, которой стремятся государства, полмиллиарда. Именно такой товарооборот соответствует потенциалу двух стран. Ранее неоднократно подчеркивалось на самом высоком уровне. В следующем году в Беларуси увеличат объем капитального ремонта жилья до 3% от всего жилого фонда. В Минске это 247 домов. Распределять по графику их будут с учетом возраста. А сразу после работ будут проводить реконструкцию дворовой территории. Большая часть жилфонда построена до середины 90-х и не соответствует требованиям по энергоэффективности. Ситуацию призван исправить указ президента, который уже вступил в силу. Полесский обряд Юрьевский хоровод включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Такое решение принято на сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. Юрьевский хоровод, некогда распространенный во всей Туровщине, сегодня сохранился лишь в деревне Погост Житковического района. Местные жители выполняют его весной, в День Святого Юрия, покровителя домашних животных и сельского хозяйства. В Юрьевском хороводе есть место выпеканию коровая, красочным рушникам и праздничному ужину. Местные жители верят, что обряд способствует хорошему урожаю.